Планировали одно, а получилось совсем другое. Павел Каньков оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Приволжске. Первоначально хотели возвести центр с универсальным игровым залом и бассейном стоимостью в 500 миллионов рублей. Анализ ситуации показал, что такие финансы в самое ближайшее время мы направить сюда не сможем. И решили не делать долгостроя, умерить немножко аппетиты и построить здесь пока универсальный спортивный зал. Сметная стоимость порядка 80 миллионов рублей. На сегодняшний день этот объем средств финансирования обеспечен полностью, поэтому осенью я считаю, что этот зал начнет функционировать. Строительство разбили на несколько очередей. На данном этапе закончены работы по установке металлоконструкций, частично вставлены окна и выполнена облицовка. С бассейном решили повременить. В комплексе будет игровой зал и зал для единоборств. В спортивный зал там будет зеркало футбольное, ну так оно называется, площадка 36 на 18, то есть это стандартное поле для мини-футбола. А на втором этаже, где у нас тренерские, душевые, там будет два больших зала, два татами уже для борцов. Строительство подобного объекта только с бассейном в этом году запланировано завершить в Родниках, а вот возведение дворца игровых видов спорта в Иванове заморозили в связи с кризисом. Губернатор планирует, что работы приостановлены ненадолго, и объект перекочует в другую программу Минспорта по строительству физкультурно-оздоровительных учреждений в региональных центрах.